Конкурс бардовской песни прошел в Петропавловске в минувшие выходные. Больше 80 человек из семи городов Казахстана и России представили свое творчество. Международный фестиваль посвятили памяти основателей объединения Союзавтор Юрия и Надежды Ткаченко. Полина из Балыкова приехала на конкурс из Омска. Может играть на разных инструментах, петь в любых жанрах. На фестивале выступают в номинации автор собственной композиции «Ноктюрн». Говорить так можно передать свои чувства и эмоции. Это такой комплексный жанр, в котором прослеживается синтез музыки и поэзии. То есть так одновременно. Поэтому он позволяет раскрыть личность автора с разных граней. Пока на сцене выступают ребята постарше, семилетняя Ева Понасюк только готовится к своему выходу. Любовь к музыке и творчеству ей привила мама. Брала ее с собой на концерты и фестивали. А вот играть на гитаре девочка начала всего два месяца назад и уже успела выучить десяток композиций. Просила гитару. Пели гитару. Думали, что я два раза бренчу. Ну и все. А я так-то серьезно отнеслась. Просила, чтобы меня повели. Да, кружок гитары. В фестивале «Глория» ежегодно участвуют певцы и композиторы из России и Казахстана. И в этот раз в Петропавловск приехали юноши и девушки из Астаны, Омска и Тюмени. Всего около 80 музыкантов. Выступают они в четырех номинациях. Автор, исполнитель, дуэт и ансамбль. Есть талантливые ребята, нужно подчеркивать. Ребята, которые этим занимаются. И, к сожалению, мало таких коллективов и вообще мероприятий таких, которые проводятся, чтобы дети как-то раскрывали свои таланты. В следующем году в Петропавловске пройдет юбилейный 25-й фестиваль авторской песни «Глория». Творческое объединение «Союз автор» отметит свое 30-летие. Алина Боржанова, Желдосбекер Муканов. Новости МТРК.